Друзья, всем огромный привет, всем добрый вечер. Сегодня я в лучах закатного солнца приехал в коттеджный поселок Коронель Виллэдж для того, чтобы показать вам элитную недвижимость в городе Сочи. Мы находимся с вами в поселке Орел Узумрус. Здесь неподалеку расположились аэропорт, ЖД вокзал, Олимпийский парк, удобный выезд на Красную Поляну, в Абхазию, если нужно, до всех основных объектов инфраструктуры. Есть школы, сады и все, что нужно. Также немаловажным фактором является и то, что это закрытый охраняемый поселок элитного уровня для тех, кто действительно ценит тишину, покой, приватность. И в этом видео я вам расскажу о том, как здесь можно заработать на элитной недвижимости, вложив 50 миллионов рублей, как можно заработать 100 миллионов рублей. Если вам это интересно, смотрите дальше. Друзья, коттеджный поселок Ронель Виллаж, он граничит с национальным парком, где вы можете совершать свои прогулки, гулять с детьми, с собакой, в общем, все, что захотите. Вокруг тишина, пение птиц, отличная природа, чистейший воздух и то, собственно, зачем люди приезжают в закрытые поселки в городе Сочи. Сразу скажу, друзья, это видео предназначено в первую очередь для тех, у кого есть солидный бюджет в районе от 30 миллионов и выше. Хочу в этом видео показать вам идеальное место для того, чтобы купить участок и построить дом и прекрасно заниматься, расти детишек, встречать старость в тишине, покое, уюте. В то же время, находясь, например, в 10 минутах езды от ЖД вокзала, в 15 минутах езды от аэропорта и в 15 минутах езды от Олимпарка, соответственно, от всех секций, которые, возможно, будут нужны вам или вашим детям, внукам и так далее. Вы слышите, какая тишина? Поют птицы, чирикают там, большие вороны, грачи летают. Мы сейчас с вами находимся в первой очереди коттеджного поселка Коронель Виллаж. Здесь уже все живут, участки по 10, 15, по 20 соток. Все обжитое, строек практически нет. И здесь остался один участок, всего один, для того, чтобы вы могли построить себе там дом. И сейчас мы обязательно его посмотрим. Он угловой, он находится прямо у озера. То есть, это такая приятная близость, приятное соседство, потому что можно выйти, поставить лавочку, посидеть, половить рыбу или просто организовать шашлык прямо рядышком с озером. Это очень классно. Также, друзья, уникальность предложения заключается в том, что здесь больше мест, в принципе, нет. И в этом коттеджном поселке цены начинаются от 100-120 миллионов рублей за один дом. На продаже всего два дома стоимостью один 100, другой 120 миллионов рублей. Но они выполнены в классическом стиле, поэтому не всем они нравятся, не всем зайдут, так скажем. Поэтому я подскажу вам, как можно из бюджетов 50 миллионов рублей сделать 100 миллионов рублей в течение одного календарного года. Слышно, как поет Сойка. Здесь очень много разных птиц. Здесь очень классная природа и очень классный воздух. Я реально приезжаю в это место, просто получаю истинное удовольствие и от суеты, от городской суеты я просто успокаиваюсь. Немаловажным фактором будет то, что здесь по соседству, то есть непосредственно на смежной территории, через калитку, можно сказать, находится ресторан, действующий ресторан Кон Коронель. И это очень приятное соседство, потому что там есть и своя пивоварня, и замечательное обслуживание, и самое главное, идеальная кухня. Вы слышите, как поет птица? Честно сказать, таких участков в Сочи в элитном коттеджном поселке пососедствовало с классными домами, чтобы в окружении было очень много элитной, дорогой недвижимости. И там, где уже все построено, где не шумит экскаватор, где у вас не будет стройка годами вестись, их практически нет. В этом коттеджном поселке продается последний участок площадью 10 соток, и стоит он 30 миллионов рублей. Везде его продают за 35, но у нас есть возможность купить, вернее, у вас есть возможность купить его за 35 миллионов рублей. И это очень хорошая цена, потому что сейчас участки сильно подорожали в связи с тем, что есть ограничения постройки, есть ограничения, связанные с мораторием, и так далее. И сейчас все уходят в землю, поэтому даже в отдаленных районах, ну, хватит перебивать, уважаемая птичка, вы можете, ну, ведите себя спокойнее, ну, в самом деле. Я понимаю, что вам тоже нужно поговорить, но у нас съемки, видите, ну, не мешайте, пожалуйста, дайте мне 5 минут, и после этого вдоволь начерикаетесь. Спасибо. Ну, я же попросил. Вы видите, какие птицы хулиганы. Сейчас стоимость земельного участка, если мы берем обычный земельный участок, без центральных коммуникаций, это в среднем миллион 200, миллион 500 на серьезном удалении от основных объектов инфраструктуры. Там не будет школ, садов, до моря ехать минут 20, 30, 20-30 минут. И, конечно, это просто отдельно стоящий дом. Не всегда это плохо, но кто-то хочет, а, приватности, кто-то хочет закрытой территории, чтобы она охранялась, кто-то хочет рядышком ресторан, кто-то хочет рядом школу, сад, кто-то хочет идеальную равнину, кто-то хочет центральной коммуникации, кто-то хочет соседства, чтобы не смотреть на бараки какие-то, да, ну, давайте называть вещи своими именами, кто-то хочет соседства с какими-то порядочными людьми, чтобы никто, не дай бог, там не залез к тебе и так далее, да. Все это соединилось воедино на этом участке. То есть это коттеджный поселок Коронель Виллэдж отвечает полностью всем этим требованиям. Сейчас мы пройдем, посмотрим на этот участок. От себя добавлю, друзья, что реально, реально, если купить сейчас этот участок за 30 миллионов рублей, это даже инвестиция. Инвестиция в плане, вы можете купить его сейчас, а через год продать его за 50 миллионов рублей. И кто-то может сейчас сказать, что это очень-очень дорого, друзья. Кто-то может сказать, что таких цен нет. Кто-то может сказать, да были бы у меня 30 миллионов, я бы лучше купил бы что-то другое. Вы все правы. Вы все абсолютно правы, друзья. Просто это невижимость, ну, немножко другого формата. Есть люди, у которых реально много денег, и они хотят купить что-то эксклюзивное. Здесь есть возможность купить идеально ровный участок со всеми центральными коммуникациями, то есть с канализацией, с водой городской, с газом, с электричеством. Все это будет от городских сетей, и прямые договора подключения, присоединения будут непосредственно от города. И вы не будете ни от кого зависеть. У вас будет приватная территория, зона для прогулок, ресторан рядом, где вы можете заказать еду или пойти с удовольствием покушать там. И после этого вернуться домой, либо заказать еду непосредственно к себе в дом. И что немаловажно, вы можете построить дом под себя. Это очень важно. Потому что зачастую, когда ты покупаешь какой-то дом, что-то тебе не нравится. А дом, построенный по вашим эскизам, разработанный совместно с вами и с вашим архитектором, это просто произведение искусства, которое будет радовать вас всю вашу долгую жизнь. Друзья, вот так организован подъезд по идеально ровной бетонной дороге. Все закольцовано. Весь поселок, вид поселка я покажу сверху, как он выглядит, да. И у вас идеальная дорога прямо к своему участку. Идеально ровная бетонная дорога. Вокруг летают птички. Это озеро. И здесь вокруг озера идет бамбуковая роща. Это очень классно. И вообще, скажу так, здесь не так жарко, как, например, в местах, где просто участок абсолютно открыт, и там всегда палящее солнце, особенно летом. Здесь преимущество этого участка еще и в том, что на участке есть деревья, которым по 40, по 50 лет. Давайте покажу. Пойдемте. Вот они вековые платаны, пожалуйста. Да, вот она бамбуковая рощица около озера. Ну, а там участка, вот сразу за этой стройкой. Это кипарис, Паша. Кипарис? Это не кипарис. Это что? Это платан. Это не платан. Это платан, да. Кипарис вот так растет. Это не платан. Не платан, а что? Ну, я не знаю, что это платан. У платана листочки на клен похожи, а у кипариса вытянутые такие. И ствол другой. Это знаешь как? Это не кипарис, это пекан, пекана. Нет. Это пекан 100%. Друзья, ну, наконец-то мы и пришли. Смотрите, вот озеро, и вот ваш, только ваш берег. Это, пожалуйста, вот здесь вы захотели, вы вышли, поставили лавочку, посидели, полюбовались бесконечно вечным, посозерцали вот это пышное бурнотравие и поймали, так сказать, энергию цинь, которая просто взяла и проникла в каждую клеточку вашего тела. Пойдемте смотреть сейчас. Тут меня поправили, сказали, что это не платаны, но, по-моему, это пеканы. Да, это не платаны, это пеканы, по-моему. Так вот, друзья, вот сам участок. Смотрите, он правильной прямоугольной формы. Вот видите, из столбы. Вот так идет участок. Так. И вот они пошли полукругом, вот так, вот туда. То есть, это все 10 соток. На участке расположены деревья, такие достаточно большие. Часть из них я бы оставил как элементы, скажем так, ландшафтного дизайна. И я думаю, что большинство из них вообще можно сохранить. Здесь, например, вот я бы сделал, дом посадил чуть-чуть глубже, туда в середину, между деревьями, да. Здесь бы сделал передний двор, там бы сделал задний двор, здесь парковка. Или дом, наоборот, посадить чуть вперед, чуть вперед, поближе к озеру, поближе вот к этой зелени, к этим деревьям, да. Вот. А сзади двор будет полон зелени, деревьев, и как раз и дом будет в тенечке, и можно будет играть, организовать площадки непосредственно в тенке. Это очень классно. Спереди можно организовать там 2-3-4 парковочных места. Здесь будет дорога, подлитая, закольцована с остальной частью коттеджного поселка. Это гараж, относится к этому дому. У него такой же участок был. Он уже его завершает, то есть буквально, пока вы будете строить свой дом, это будет все завершено. Если у вас есть сейчас возможность вложиться в этот земельный участок, сделайте это, потому что это нереально выгодно. Возможно, вам сложно это сейчас понять, сложно это оценить. Но я вам, как специалист, заявляю, что таких участков стоимостью 3 миллиона за сотку со всеми центральными коммуникациями, с такой инфраструктурой, с таким окружением, в закрытом коттеджном поселке с охраной, рядом с рестораном, рядом со школой, с садом, на идеальной равнине, их в принципе не существует. Вот вы что угодно мне говорите, я владею полной информацией, их просто нет. И здесь очень важно, как распорядиться этим земельным участком дальше. Два варианта. Первый вариант. Просто оставить его в собственности и спустя полгода-год можно продать его дороже. Спустя два года еще дороже. Потому что это последний незастроенный участок в этом коттеджном поселке. Но я бы сделал по-другому. Я бы сделал так. Я бы купил этот земельный участок, построил здесь элитный, классный дом в современном, в стиле хай-тек, с большими панорамными окнами в пол, с классной планировкой, где бы я все продумал до мелочей совместно с дизайнером и архитектором. И возможно, я бы там даже сделал ремонт и полную мебелировку. Дело в том, что я сейчас поработал с несколькими людьми, кто искал дома в Сочи. И я вам скажу так. Хороших домов в Сочи с мебелью, с ремонтом, или просто с классной планировкой, в классном месте их в принципе практически нет. И этот дом можно было бы продать легко за 100-120 миллионов рублей. Да, это не самый ходовой товар, это не квартиры за 3-5 миллионов рублей, но на эти дома тоже есть покупатели. И здесь эти покупатели, они бы рассматривали ваш дом в приоритете. Потому что очень много факторов в этом коттеджном поселке возвышают его над всеми остальными в этом прекрасном городе. Я не говорю, что этот коттеджный поселок супер уникальный и супер идеальный. Везде есть свои недостатки. Но счастливо прожить здесь свою долгую и замечательную жизнь было бы просто прекрасно именно в этом месте. На этом у меня все, друзья. С вами был Павел Морозов в Сочи. Если вас интересуют такие участки, элитные недвижимости в городе Сочи или просто вложения от любых сумм 3-5 миллионов рублей в недвижимость в городе Сочи, пишите, звоните, мы подберем вам недвижимость на любой кошелек, вкус и цвет. Всем хорошего вечера, замечательного настроения, побольше удачи и здоровья вам и вашим близким. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok